То есть со всеми оговорками, гаду форна ПК свою аудиторию нашел. И если судить по количеству пользовательских отзывов в сервисе Steam, эта аудитория побольше, чем аудитория компании Halo Info. Здарова, геймеры! Сегодня у нас просто замечательное видео, и я не могу сдержать своего восторга. А XBT просто сделали мне запоздалый новогодний подарок, за что я им очень благодарен. Их последнее видео это самое кринжовое, что я видел за последние несколько месяцев. Именно поэтому нам придется вернуться к старому формату, в котором я просто ставлю геймплей на фон, беру отрезки их видео и комментирую их под веселую музыку. И вы даже не представляете, что вас ждет. Но сначала не забудьте поставить лайк этому видео, и обязательно подписаться на канал, чтобы мы смогли дойти до отметки в 100 тысяч геймеров. Я понимаю, что январь это очень пустой месяц для контента и игровых новостей. Перенос сталкера уже обсосали со всех сторон, и говорить особо не о чем. Поэтому даже релиз God of War на ПК, о котором мы знали уже за несколько месяцев, стал каким-никаким инфоповодом, чтобы XBT выпустили свое длиннющее видео, в котором зачем-то сталкивают лбами God of War и Halo Infinite. Видимо, у Виталика Зуалова до сих пор горит с того, что он не мог пройти первого босса так долго. Но тем не менее, это вступление слишком сильно затянулось. Поэтому давайте оденем свои защитные костюмы и окунемся в этот бассейн кринжа. Но начнем мы, конечно же, с негатива, потому что специфика этого канала к этому обязывает. Компания Halo Infinite куда хуже компании God of War. И пока вы не начали строчить гневные комментарии, да как ты смеешь, да как это вообще можно сравнивать, мы отталкиваемся от показателей в Стиме. Дорогие друзья, перед тем, как мы еще не перешли к следующему сегменту, который окончательно заставил меня разочароваться в XBT Games, Они правильно сказали, негатив это специфика их канала. И они готовы высасывать этот негатив из пальца, если им нужно выпустить новое видео. И данное видео является примером подобного высасывания. Я часто слышал, что они просто высказывают свое мнение. Кто-то даже называет их санитарами игровой индустрии. Но учитывая то, что было в моем прошлом видео про них, а именно всю дезинформацию и умалчивание неудобной для них информации, а также то, что мы услышим далее, Мне кажется, что нашим дорогим санитарам нужны санитары. Если в Стиме компанию Halo Infinite в целом оценила всего 3000 человек, это очень мало. Это очень мало по любым показателям. Для примера Battlefield 2042 оценила 85000 человек. Оценила, оформила возврат, но все-таки захотелось им высказаться, поделиться своим мнением. То в случае с Halo Infinite это всего 3000 человек, при том, что игра как бы позитивная, типа хорошая, фанаты есть. Тут у нас еще и подгодовительная база была. Halo The Master Chief Collection, которой было огромное внимание. Люди в нее с удовольствием играли и ставили ей максимальные оценки. И тут внезапно, да, сразу после успешного мультиплеера, который произвел фурор в том же самом Стиме, выходит компания, платная уже компания, мультиплеер условно бесплатный, компания платная, которую, судя по всему, люди почему-то не стали массово покупать. Дорогие геймеры, самое время для небольшого расследования, потому что я чую вкус лжецов. Да, у компании Halo Infinite всего 3000 с копейками отзывов, что действительно весьма маловато для полноценной игры. К великому сожалению для XBT, компания Halo Infinite распространяется именно как DLC к бесплатному мультиплееру, у которого на данный момент уже почти 125 тысяч отзывов. Вы можете сказать, но Dead P47, ведь компания платная, а мультиплеер бесплатный. Люди, скорее всего, оставляли отзывы только мультиплееру, но если зайти и почитать некоторые из этих 125 тысяч отзывов, мы поймем, что большинство этих отзывов как раз-таки содержит обзор компании, потому что люди расценивают Halo Infinite как полноценный продукт компании мультиплеер и, соответственно, оставляют отзывы на главной странице игры, не переходя на страницу отдельного DLC. Сами подумайте, допустим, у вас есть Halo Infinite библиотеки, вы прошли компанию и хотите оставить о ней отзыв. Вы переходите на страницу в магазине и оставляете отзыв. Это полностью объясняет, почему у компании всего 3000 отзывов. И это факт, очевидно, даже последнему идиоту. Но не для XBT Games, которые опять не увидели или не захотели увидеть этого. Но учитывая, как они напирали именно на отзывы компании, очевидно, что данная информация была им просто неудобна. Но исходя из этого, они составили вывод, что компания в Стиме продалась плохо. Но давайте немного отвлечемся от завуалированного вранья XBT, которое фаната XBT в очередной раз назовут просто их субъективным мнением. И перейдем к реальным данным, которые наши дорогие белорусы решили не указывать. Во-первых, как минимум две недели после релиза 8 декабря, Halo Infinite удерживала первое место в топе глобальных продаж. И да, действительно, каждый раз, когда я заходил в топ продаж, Halo Infinite стабильно была на первом месте. Что уже дает понять, что игра, ну знаете, неплохо продалась, в принципе. Ну знаете, люди все-таки ее покупали. Ну а теперь барабанная дробь. Финальный гвоздь, в принципе, в любое доверие, которое у меня было к XBT. В конце года, 31 декабря, многие издания опубликовали самые продаваемые игры в Стиме за 2021 год. Это официальная информация от Стима. И что мы видим? В топе по продажам из игр, которые вышли в 2021 году, Halo Infinite занимает свое почетное место. И это учитывая, что Halo Infinite вышла 8 декабря, под самый конец года. И это учитывая, что Halo Infinite можно просто получить по геймпассу и даже не платить 3000. А XBT на данный момент просто обманывают свою аудиторию, толкая то, что им выгодно толкать. Потому что им нужно создать конфликт между Halo Infinite и God of War, потому что God of War это хайповая тема. И если честно, даже с точки зрения контент-мейкера вроде меня, который очень любит зарабатывать деньги, это настолько низко и отвратительно со стороны XBT. С этого момента я не могу воспринимать их ни как журналистов, ни как блогеров, которым я могу доверять и которых уважаю. Но это еще не все. Зато 14 января 2020 года в Steam состоялся релиз God of War, которому всего-навсего за одни сутки пользователи написали уже около 4000 обзоров. Вот это показатель, вот это внимание. Тем более проект очень неплохо стартовал. Примерно 50 тысяч в онлайне. Это хороший показатель, особенно если учитывать, что игра-то вышла 4 года назад на PlayStation 4. Да, можно сказать, что вы знаете, а ведь основная аудитория Halo на Xbox, так основная аудитория God of War на PlayStation. При этом, да, God of War вышел на PlayStation 4 еще в 2018 году. При этом в рамках различных распродаж он продавался на PS4 чуть ли не за шапку сухарей. При этом на PS5 он доступен подписчикам PS Plus в рамках подборки PlayStation Collection. То есть на PlayStation с доступностью God of War проблем нету. При этом на ПК не выходила оригинальная трилогия God of War. А God of War 2018 года это такое вот продолжение-перезапуск. То есть со всеми оговорками God of War на ПК свою аудиторию нашел. И если судить по количеству пользовательских отзывов в сервисе Steam, это аудитория побольше, чем аудитория компании Halo Infinite. Вы понимаете, что вместо того, чтобы ориентироваться на официальные данные Стима, на чарты продаж и сколько времени каждая игра там держится, они оценивают успешность релизов этих игр по количеству отзывов. Притом послушайте, насколько сильно они выделяют, что говорят именно про компанию Halo Infinite. И это максимально смешно, учитывая, что мы уже узнали, что большинство отзывов насчет компании как раз таки оставлены на основной странице. Но для XBT это очень неудобный факт, который они обходят всеми силами. Потому что на этой лжи строится всё их дальнейшее повествование, которое внезапно разваливается, если учитывать данный факт. Ну а XBT это продавцы негатива, которые не могут по-другому. Видео нужно выпустить, и не важно, как они будут испражняться в уши собственных зрителей. Потому что, как правило, никто не вслушивается в то, что говорят о XBT. Все слушают их на фоне, как какой-то подкаст или радио. И они этим прекрасно пользуются. К сожалению, новые игры, совершенно новые игры. Новой главы в истории мастера Чифа. Более того, компания Microsoft отказывается в принципе называть нам цифры, сколько людей поиграло в компанию Halo Infinite и даже в мультиплеер Halo Infinite. По какой-то причине эта информация остаётся под строгим запретом. Чем это обусловлено? Ну, очевидно, небольшим интересом людей к этому проекту. Почему? Мы высказывали своё мнение в соответствующем обзоре. Мультиплеер специфичен. Он великолепен, но очень специфичен. Многие люди на ПК его приняли в штыки как раз-таки из-за этой специфики. Кроме этого, исплатная компания, которая по сути является клоном, блин, предыдущих игр серии Halo. Никакого развития, никакого движения вперёд. Здесь можем наблюдать ещё один приём из арсенала XBT. Манипуляция информацией. Компании, такие как Sony и Microsoft, довольно редко сообщают о том, сколько копий они продали. Как правило, такая информация сообщается только тогда, когда игра доходит до какой-то значимой отметки. Вроде 5 миллионов или 10 миллионов. И учитывая, что со времени релиза прошёл всего лишь месяц с небольшим, говорить о конкретных цифрах продаж пока очень рано. И нам пока что не говорят, какие продажи у Halo Infinite. Но во вселенной XBT, если нам о чём-то не говорят, значит это держится в строгой тайне. А держится в строгой тайне именно потому, что продажи на самом деле не очень. И всё это, как и в прошлые пункты, было высосано из пальца. Чтобы соответствовать общему направлению нарратива, который XBT продвигает в этом видео. И не важно, что в том же самом топе стима за 2021 год, Halo Infinite также присутствует в разделе рекордсменов по количеству онлайна. Среди игр, которые пробили отметку в 200 тысяч игроков, играющих одновременно. И теряет игроков мультиплеер Halo Infinite совершенно не потому, что это какой-то там специфический шутер. Большинству нравится мультиплеер Halo Infinite, он весёлый, я бы хотел играть в него ещё больше. Но люди уходят из-за малого количества контента и абсолютно отвратительной системы прогрессии, которая совершенно не мотивирует играть дальше. Но это опять же не очень удобно для нарратива, который строит XBT. Им легче сказать, что игра специфичная, она не особо кому-то интересная и все дела. Браво, господа белорусские шарлатаны. И кстати, когда мы делали стрим God of War, люди говорили, вот это да, вот это прям мы видим переосмыслением. Я напомню, что God of War 2018 года это не четвёртая часть серии. Было три номерные части, было одно ответвление, было ещё несколько ответвлений на мобильных системах. То есть God of War было очень много. И когда студия Santa Monica приступила к созданию новой части, они поняли, что нужно всё пересобрать, переделать. Старая механика уже не работает, нужно предложить что-то новое. И это что-то новое прекрасно себя зарекомендовало. Современный крутой боевик от третьего лица. В то же время смотришь на Halo Infinite, ну да, старомодный шутер, всё ещё интересный. Да, вот вам что с сюжетом, ну вот как-то вот так вот. Одна красная обезьянка, вторая красная обезьянка, третья красная обезьянка. Возможно, именно это людей отвратило. Что несёт этот человек, боже мой? Да, Halo Infinite отвратила людей настолько, что фанаты ликовали, потому что игра наконец-то вернулась к старому стилю Halo. Заменив скучные коридоры пятой части на открытый и глубокий геймплей. Нет, серьёзно, даже Илон Маск сказал, что у игры хорошая компания. В то время как God of War стал кенцом с камерой поближе к спине и киданием топора. И кенцовость требовала того, чтобы в игре оставили всего два вида оружия. А из-за того, что камера слишком близко к спине, потому что мы пытаемся повторить Last of Us, была собрана целая механика, благодаря которой враги, которые находятся за твоей спиной, либо не наносят тебе урона, либо наносят его меньше. Я понимаю, что казуалову нравятся такие игры, потому что в них не нужно особо напрягаться. Но если серьёзно и без шуток, я абсолютно не понимаю, зачем они сталкивают Halo Infinite и God of War. Это две замечательные игры, которые мне очень сильно понравились. Первая даёт несложный сюжет, который сопровождается не очень напрягающим геймплеем. Вторая даёт неинтересный и глубокий геймплей, не слишком обременённый сюжетом. Эти игры делают то, что должны, и делают это хорошо. У них есть свои минусы, но тем не менее это две прекрасных игры. И всерьёз сравнивать их, принижая одну или другую, это свинство. Но продавцам негатива без разницы. Но собрались мы здесь, конечно, не для того, чтобы обсуждать неудачи с Halo Infinite. Игру отложили на год. Она не вышла в день запуска Xbox Series S и X, новых консолей. Она должна была двигать их продажи, но в итоге, да, вышла в конце только 2021 года. И не произвела никакого эффекта. К чему мы это ведём? А к тому, что несмотря на всё это, самой продаваемой консолью из таких вот домашних систем стала Xbox Series S. Да, то есть Казуалов считает, что они доказали, что Halo Infinite продалась плохо, но несмотря на это, почему-то, по какой-то причине, Xbox Series S, на которую вышел Halo Infinite в конце года, стала самой продаваемой консолью в конце года. И эти два события абсолютно никак не связаны. Потому что наши белорусские друзья уже аргументами и фактами доказали, что Halo Infinite продалась плохо, потому что у DLC-компании мало отзывов. Браво, господа! Этот поезд вранья не собирается останавливаться. Когда есть проблемы с доступностью PlayStation 5, некоторые люди решили, ну ладно, ладно, хрен с ним, через год возьму PlayStation 5, через полгода, когда она появится, а пока всё-таки возьму PS4. Поиграю. Там, в конце концов, есть God of War тот же, там будет Horizon Forbidden West, у некоторых уже есть, там будет God of War Ragnarok, там будет Gran Turismo 7, то есть там будут крупные игры от Sony. Возьму-ка я PlayStation 4. И недавно мы сообщали о том, что цены на PlayStation 4 тоже начали ползти вверх. У перекупщиков. У перекупщиков. Ну, потому что в общем доступе PlayStation 4 нету, производство сокращается, кто что называется хапнул, сейчас пытается на этом навариться. И цены могли быть 400 или даже 500 долларов. PS4 по рекомендованной розничной цене PS5. PS5. Блин, это на самом деле очень кринжовая ситуация, потому что я реально видел цены на PlayStation 4, и это ужасно. Цены на Slim'ку и тем более на Pro'шку удручают меня. Походу самое время продавать свою старушку PlayStation 4. Но я могу дать вам одну рекомендацию, дорогие друзья. Эти эксклюзивы того не стоят. Серьёзно. PlayStation 4 планируется поддерживать в течение 2022 года. Вы получите ровно два эксклюзива, это Horizon Forbidden West и God of War Ragnarok. Покупать кусок железа из 2013 года за 50 косарей ради того, чтобы поиграть в две игры, это самое тупое решение, которое вы можете принять в жизни. Лучше возьмите себе Xbox Series S, который ближе к Next Gen'у, и на котором есть прекрасный геймпасс, где всего за 10 долларов вы можете получить... И в этой ситуации компания Sony, чтобы хоть как-то заткнуть проблемы, обусловленные дефицитом, возобновляет производство PlayStation 4. Планируется произвести около миллиона дополнительных консолей PlayStation 4, чтобы хоть как-то насытить рынок, и чтобы пользователи PlayStation потенциальные могли приобрести консоль. Как пошутили в интернете, Sony верит в поколение. В поколение PlayStation 4 и PlayStation 5. Не, я честно не знаю, кем нужно быть, чтобы в 2022 году купить себе PlayStation 4. То, что Sony приходится возобновлять производство PlayStation 4, говорит о том, что ситуация очень плохая. Если всё продолжится в том же духе, я не удивлюсь, если в 2023 году Человек-паук 2 всё-таки выйдет на PlayStation 4. Но помимо эксклюзивов, ты останешься с консолью, которая очень хреново тянет всё остальное. И у которой даже нет прекрасного SSD. Ладно, ГАС, поверьте мне, я пытался сделать реакцию на всё оставшееся видео. Но это просто 16 минут воды про всё, что вы уже и так знаете. Консоли очень сложно купить, нет полупроводников, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Если честно, я начинаю сходить с ума, потому что они просто повторяют одно и то же в каждом видео. И всё это сделано, чтобы просто растянуть его до отметки в 26-30 минут, чтобы набрать нормальное количество просмотров. И я это не осуждаю, мы все как-то должны зарабатывать деньги, почему бы и нет. Просто лично мне это надоело. Данное видео, особенно его начало, является отличным показателем того, что XBT абсолютно плевать, о чём рассказывать в своих видео. Главное, чтобы видео просто вышло, и не важно, какую драму мы там разыграем, и не важно, как будем нагло врать своему зрителю. Первое, это просто проверяйте всю информацию, которую слышите в интернете, находите альтернативные источники и формируйте собственную точку зрения. А второе, это обязательно подписывайтесь на этот канал, потому что мы должны дойти до отметки в 100 тысяч геймеров. И ставьте лайк этому видео, потому что это очень важно для меня. Также нажимайте на колокольчик со всеми уведомлениями, чтобы не пропускать видео и стрима, и залетайте в соцсети в описании. Буду очень рад вас там видеть. На экране вы можете видеть топовых донатеров месяца и спонсоров канала на уровне геймер. Огромное вам спасибо за поддержку и за то, что позволяете мне делать то, что мне нравится. Ладно, всем пока, с вами был DeadP47. Увидимся. Удачи, геймеры. Субтитры сделал DimaTorzok